Ну нафига вы ладу-то хватали перед первым октября? Отбирают автомобили, пригодные из Казахстана. Здесь прям вот вау какой-то движухи в салоне нет. Самые дешевые варианты, ребята, сливаются не просто так. Смотри, в Черри даже ресепшениста нет. То есть просто в принципе заходи, бери что хочешь и уходи. Отбирают, все пропало. Миллион четыреста, подождите. Привет! Пришло время снова прокатиться по салонам. Сейчас очень много разных слухов по поводу того, что машины в цене поднимаются. Потому что у нас же с 1 октября действительно повысился утиль. Никто, конечно же, ничего не отменил. И действительно цены должны были вырасти. И сейчас очень много в прессе поднимается вот эта вот, знаете, как мне кажется, искусственная волна, кем-то даже проплаченная. О том, что вот, то есть лобби-дилеров. Вот, скорее берите, хватайте, потому что вот уже все повышается, повышается. Вот, а то не успеете, опоздаете. Скорее всего, это какой-то заговор. Я, как человек внутри рынка, могу вам сказать, что, да, безусловно, движение вверх, оно будет. А куда без него? Если повышается курс валют, если повышаются утили, то, конечно, и цены на машины тоже повысятся. Но в данный ли момент, что происходит сейчас? На мой взгляд, вот та стагнация, которая есть сейчас по продажам у дилеров и не только у параллельщиков, тоже, в общем, не все сладко. Она дает нам возможность немножко сейчас говорить о том, что дилеры чуть-чуть присядут в своих аппетитах и не будут так ахово поднимать цены, как это обещалось. Давайте пройдемся по салонам и посмотрим. А я, в свою очередь, вам напомню, что если вам интересно не то, что продается у дилеров, а то, что приводится параллельным импортом, то есть привычные, европейские, иногда китайские, действительно. Также очень много корейских автомобилей, японских. Переходите там в закрепленном комментарии, есть ссылочка на телеграм-канал Лесороль от Сейлз. Это мой автосалон, а также там есть мой просто телеграм-болталка. Добро пожаловать! Как это часто бывает, я не знаю, почему так работает. Вот как раз для меня это показатель того, что в салонах сейчас не супер ситуация по продажам. Менеджеры не стоят, вот знаете, на изготове для того, чтобы хватать клиентов. Вообще нет такого. То есть мы заходим, не мы заходим. Вы можете думать, что меня там узнали и так далее. Может быть и узнали, но при нас заходило несколько человек, салон пустой. То есть менеджеры не напрыгивают, не подходят, не предлагают какие-то, не знаю, объяснить, рассказать, ну как было бы нормально, как я стараюсь, чтобы делали мои. Хотя, когда вот перед первым октября, честно говоря, вообще ничего не успевали. И сколько бы ни было менеджеров, все равно их не хватало. Но сейчас-то не такая ситуация. И сейчас, ну, просто пустота. Никто не подходит, ничего вообще нет. Моя, одна из моих любимых машин. Вообще я к бренду Чинган нормально отношусь. Одна из моих любимых машин сейчас на рынке среди кроссоверов вот такого среднего размера – это Юник. Он более-менее нормальный. То есть если выбирать вот более молодежное такое, более какое-то агрессивное по дизайну – это Юник. Тебя тоже натянет на Чинган? Более спокойный – это Манжаро. Вот это, наверное, самые оптимальные выборы, если вы именно китайцев хотите. Хотя они стали уже достаточно дорогими. Смотрите, здесь в нормальной комплектации машина стоит 4 миллиона 370. 4 миллиона 370. Дальше что-то вы можете получить за трейд-ин, что-то вы можете получить за кредит. Но если без трейд-ина и кредита, вот это будет ваша цена за нормальную комплектацию. А брать стоит именно ее, потому что эта машина не прям вот гипер-супер оснащенная в базовых комплектациях. Поэтому если уж брать, то брать вот этот за 4, еще раз 4,370. Ну, видите, да, здесь прям вот вау какой-то движухи в салоне нет. Я бы сказала, вообще никакой движухи нет. Хотя девочка вот на ресепшн весьма вежливая, молодец. Она подошла, сразу спросила, что, как, вам помочь, не помочь. Я говорю, ну, как по вашему желанию. Павелецкая – один из самых быстро развивающихся районов Москвы. Он уже вошел в топ-3 по уровню активности, как деловой центр города, привлекая покупателей и арендаторов. Уже сейчас здесь достраивается премиальный квартал «Хайлайф», который я показывала вам в прошлом году. Новые проекты не только выглядят стильно и меняют внешний облик Павелецкой, они также развивают территорию вокруг себя, привлекая сюда магазины, рестораны, малый бизнес. Итак, я в офисе продаж на Павелецкой. Здесь более тысячи метров. Здесь есть просторные переговорные бар с коктейлями от Insider Bar, которые были разработаны специально для клиентов. Кинотеатр и, конечно, макеты будущего проекта «Хайлайф», а также шоурумы с двумя вариантами отделки. Кстати, макет «Хайлайф» 3 метра в высоту. Это позволяет вам максимально близко рассмотреть башни и будущее благоустройства. А теперь посмотрите, что будет внутри. Двор с огромным количеством растений, прогулочные аллеи, пять детских площадок, клубная инфраструктура для резидентов, где есть кинозал, спортзал, бьюти-пространство, лаунж-зоны. Есть даже квартиры с большими террасами. И хочется отдельно сказать про локацию и транспортную доступность. Тихая Литниковская улица находится буквально в трех минутах езды от Садового кольца. Причем выезд на Садовое очень удобный. И прямо там находится метро Павелецкая. Ребята, и самое важное для автолюбителей. Есть подземная парковка на 750 машиномест. Посмотрите на зоны парковки для велосипедов, келлеры для хранения сезонных вещей. И главное – это просторные места. Друзья, уже в 2025 году здесь можно будет жить. Поэтому, если вы выбираете для себя изыскренное жилье, переходите по ссылочке в описании и познакомьтесь с проектом High Life поближе. А мы поехали! Ну ладно, пойдемте дальше. Посмотрим, значит, что такое у нас в Юни-Ви. Это седан переднеприводный, визуально достаточно интересный. Значит, его цена 3,060. Тоже в хорошей комплектации. Попроще, я не помню. Вот у них я не помню разницу между комплектациями. Попроще 2,903, считай. А этот 3,060. Так, разница небольшая между ними, поэтому ничего бы нет. Да, конечно, сейчас сложно воспринимается то, что седан, представляете, седан, седан китайский, больше трех миллионов рублей. Твою! Твою! До конца справедливыми. Забавный зверек, исключительно переднеприводный. Здравствуйте! Это Юни-Ти. Его цена 3,100. Вот где машина, которую не очень супер покупают. Видите, с выгодами 2,980. Это Юни-Ти, потому что он маленький, он переднеприводный. Он достаточно низкий по клиренсу, но он задиристый, яркий, интересный. По агрегатам его боятся зачастую, потому что у него робот. Вот. Ну, короче, получается просто достаточно дорого для, ну, 3,100, для маленькой переднеприводной машины с роботом. Вот он стоит еще один Юни-Ви в красном цвете. Эту машину я вообще не знаю Юни-С. Вот кто это, блин? Линейка, которая не Юни, она, честно говоря, совсем плохо продается. А еще удивительно то, что у них седаны, седаны, я просто хорошо знаю откуда у меня, у дружественных мне ребят, дилерства, у прям вообще близких друзей. Вы часто видели, я показываю Ефим, Ефим, вот у Атлант Моторс, он мне иногда помогает, и в видосах у меня появляются. Вот они работают, сейчас вместо Вольксвагена они взяли эти штуки. Седаны не очень хорошо продаются. И вот это вообще просто страшный висяк, вот этот Я-Адо. Но их и на дороге, вы видите, мало. Он стоит 2,460. Ну, вообще, с ним просто ни хера. И вы иногда в таких видео, в комментариях меня спрашиваете, а что ж ты не посмотрела по автоспоту. Ребят, я по автоспоту могу все что угодно посмотреть, ибо я сотрудничаю с этой организацией, я ее регулярно рекламирую. И в силу того, что для вас это бесплатно, почему я не вижу смысла по этому поводу там ругаться, вы можете все это попробовать. Понравилось, понравилось? Нет, нет. На автоспоте я не ищу, потому что моя задача показать людям, которые как раз-таки ездят по салонам и смотрят, какая реальная ситуация, есть ли покупатели, какие реально цены на ценниках, есть ли вообще менеджеры, как в каких конкретных салонах они к вам относятся. Поэтому не удивляйтесь, через автоспот все понятно, но моя задача вам просто показать другое. Итак, в случае, если вы хотите купить машину самым выгодным образом, вы можете сделать это дистанционно, просто потом поедете уже в салон, в котором вы, по сути, определились. Вы сейчас переходите по ссылке в описании, дальше выбираете марку модель автомобиля, заказываете сразу звонок от специалиста автоспота, не надо искать по сайту. Может быть такое, что обновления еще не успели произойти на сайте, и предложения не актуальны. Поэтому заказывайте звонок от специалиста, вам перезванивают, делают свои предложения. Вы просто поедете в тот салон, который для вас будет наиболее выгоден. Если машина уже есть, нужно ее обслужить, по следующей ссылке в описании переходите, выбираете, опять же, нужную марку модель, но там вы сможете выбрать ИТО, которое вам пора делать, и после этого вы тоже заказываете звонок от специалиста автоспота, они вам перезвонят и все для вас организуют. Так что автоспот.ру, почему бы не попробовать это для вас бесплатно. Что касается Алсвина, вот это нечто типа конкурент Лади Вести. Внутри он сделан очень скромно. Цена его, видите, 1 миллион 850 тысяч, с выгодами 1 миллион 720. И давайте внутри вам покажу, почему я говорю, что он скромный очень. Вот, смотрите, вот его топовая комплектация, более-менее нормальная. Я ездила на простой, которая с тряпкой, она была прям вообще, ну, просто совсем-совсем жесткая. Кстати, топовая, она очень даже ничего. Но если мы проводим параллель с Вестой, которая получается, что... Не, ну вот это просто ужас. Которая получается, что подороже в топе, Веста в топе 2.200, то Веста действительно симпатичная, плюс эти сервисы Яндекс и так далее, с оранжевым, либо со светлым салоном, короче, Веста симпатичнее, у нее, по-моему, сзади больше места. Вот это такое, знаете, мое субъективное. То есть ее задний диван, по-моему, он чуть покомфортнее. Это мое субъективное ощущение. Вот, поэтому, покупая, вот этот, выбирая какой-то бюджетный седан, особенно корпоративный, люди рассматривают Алсвин, но вот колеблются между Вестой и Алсвином, потому что они в одной ценовой категории, но Веста, она за цену Алсвина уже не барабан. То есть она более-менее нормальная, но не топовая. Ну вот видите, да, что происходит в салоне Чинган. Пойдемте посмотрим, что у других. Нельзя сказать, что прямо вот здесь в очереди покупатели стоят. Поэтому, поэтому мое субъективное мнение, торгуйтесь, приходите, торгуйтесь, торгуйтесь, торгуйтесь. Им нужны продажи хотя бы за единицы, чтобы перед представительством делать просто в штуках количество продаж. Один очень важный момент, считаю, просто обязаны вам осветить. В прессе некоторое время назад тоже очень активно массировалась информация о том, что отбирают автомобили, пригодные из Казахстана. Это очередная история про использование информационного повода для того, чтобы поднять на этом хайп. Люди, которые комментировали это, они абсолютно точно блогеры, журналисты, они прекрасно знают, что они делают. Любая тема про отбирают, все пропало, все умерли, набирает максимальное количество просмотров. Смотрите, всегда была ситуация с лизинговыми автомобилями, причем не обязательно с Казахстаном. Вспомните, кто в автобизнесе или кто интересуется, вспомните канадские Лексусы, в которых были огромные лизинговые партии. Через полгода это выяснялось, у людей отбирали машины. Американские машины, все то же самое. Европейские машины до сих пор тоже существуют. Невыплаченные автомобили покупают лизинг-мошенники, потом их отбирают в других странах, не обязательно в России, просто когда эта машина возится. Более того, я вам скажу, и у нас это существует. Например, есть прям огромный пласт пострадавших, которые покупали Мерседесы в Рольфе, потому что в лизинг эти машины покупались на каких-то подставных людей, на бомжей, и дальше эти машины продавались в другие регионы, людям потом всплывало. То есть эта практика, к сожалению, существует. Она не касается каких-то китайских автомобилей или специальных казахских из Казахстана автомобилей. Такого нет. Просто такое мошенничество имеет место быть. Значит, как его избежать? Как вообще это работает? В салон какой-то приходит человек, берет машину в кредит или в лизинг, и далее он просто перестает выплачивать, не делает ни одного платежа или делает один платеж, чтобы это все попозже, вот этот весь скандал этот поднялся. И через несколько месяцев у нового владельца всплывают долги со стороны банка, машину объявляют в розыск и так далее. И такое возможно только если человек или партнер, автосалон, у которого вы покупаете машину, брал ее не в салоне, а у какой-то прокладки, у перекупщика. Вот тогда вы не знаете источника. Поэтому здесь все просто. Вы берете в каких-то крупных организациях. Крупные организации не бегают по авторынку в Бишкеке и не скупают автомобили по одному. Они просто заходят в салон. У меня, например, это не обязательно про меня речь. Таких салонов крупных достаточно много, занимающихся параллельным импортом. У нас есть сотрудники в Казахстане. Эти сотрудники не только в Казахстане, но и в той же Грузии, потому что с любой страной это возможно. Они заходят в салон, покупают в салоне, там есть уже куча знакомых менеджеров, покупают в салоне, сотрудники леса рулят, какие-то машины. И мы знаем, что эти машины куплены в автосалоне за полную стоимость. И мы эту стоимость выплачивали лично. И мы дальше получаем все документы от своих сотрудников и получаем от них автомобили. Если мы покупаем у кого-то, кто до нас купил машину в салоне, то, конечно, есть шансы того, что он купил ее как-то в кредит. А этого прямо вот сейчас проверить невозможно. Проверить это можно только одним способом. Взять документы, поехать в этот салон и узнать там, если еще они вам дадут эту информацию, должны, по идее, в кредит бралась машина или за полный расчет. Поэтому вот этих историй, их боятся, ну, как бы стоит, но просто нужно разумно подходить к покупке, и тогда вы в это не влипнете 100%. Обычно, кто влипает, кто ищет просто по объявлениям самый дешевый вариант. Самые дешевые варианты, ребята, сливаются не просто так. Салоны, которые не имеют вообще ни рода, ни племени, они в любой момент закрываются, исчезают, вы никогда не найдете их. Поэтому, самый простой совет, покупайте в крупных организациях, которые были вчера, есть сегодня, и, скорее всего, они будут завтра. Смотри, в Черри даже ресепшениста нет. То есть просто, в принципе, заходи, бери, что хочешь, и уходи. Забавно. То есть настолько отчаялись, что даже ресепшениста нет. Ах, блин. Давайте хоть цены посмотрим. Черри славится тем, что когда они ставят ценники достаточно высокие, они регулярно цены поднимают, но когда они видят по результатам своих продаж, что у них как-то все идет не очень, они начинают не снижать ценники, а предлагать акции, скидки. Причем акции – это не обязательно к чему-то вообще привязанные вещи. Это может быть просто октябрьская акция в связи с акцией. То есть минус 300 тысяч рублей на что-то. И вот такие вещи можно ловить. Мне кажется, они вот-вот начнутся. Потому что Черри имеет у нас сборочное производство, но они колеса прикручивают. Поэтому у них, я думаю, никакого возмещения особенного утиля от государства нет. Их цены медленно, но верно поползут вверх. Но пока у них еще есть те склады, которые они могут торговать. Но, как вы видите, торговать некому. Просто совсем. Значит, это у нас 7 Pro. Один из самых популярных кроссоверов. Он стоит 4 миллиона рублей. И вот они, видите, акции и скидки. Скидка на приобретение зарядной станции. То есть эта скидка просто так. 50. Это гибрид. Поэтому на зарядную станцию скидка просто черри легко. Интересно, что это за скидка? Черри легко. Просто вот это то, о чем я говорю. 380 тысяч рублей за черри легко. И 161, если трейд-ин сделать. И видите, получается 3-4. Сразу согласитесь, не 4. Здравствуйте, здравствуйте. Мы у вас цены смотрим, и что-то у вас как-то не густо по покупателям. Вы, наверное, Милену ожидаете? Нет, никого не ожидаю. А Милена кто? Менеджер продажи? Не-не, мы просто смотрим цены. Что-то народу нет вообще. Мы уже давно стояли, стояли под дверью здесь. Я прошу прощения, просто руководство копия относила. Могу я вам тоже копии или чай? Нет, спасибо, ничего не нужно. Может вам и доставить менеджера, чтобы с вами платить? А его нет здесь, да? Нет, менеджеров у нас. Сейчас я... Да, мы просто цены смотрим. Лена. Лена. Классно, очень вежливая, приятная девушка. Может, правда, все отошли случайно. Смотрите, 2500, это черри тига 4 про. Машина, ну, не то чтобы прямо, так скажем, шикарная, но цена на нее, что 2500 сейчас, это, увы, но... Здравствуйте. Очень приятно, Яков. Расскажите, что-то у вас никого прямо. Суперсдень такой. Сегодня день такой. Ну, видно день такой. Мы сидели, сейчас, наверное, под дверью, мы там свои дела делали пока. Я смотрю, ни один не зашел и не вышел. Ну, бывает такое, будни по-разному. Просто присматриваемся, честно скажу, мы мозгоделы. То есть мы... То есть проблема. Мы просто... Мы просто смотрим цены, мы снимаем видео об этом. Все, что знаю, я расскажу, покажу. Спасибо большое, спасибо. Я людям... Чири... Популярный бренд у нас. Людям рассказываю, за сколько реально можно купить машину. Вот скажите, 2,070 прямая скидка, это вот то, что Черри так любит. Скидка за ничто, да? Скидка просто так. Если у тебя есть один ребенок и так далее, да. Это при покупке в октябре такая скидка доступна, если вы покупаете либо, допустим, наличными, либо... То есть реально сейчас за сколько можно купить эту машину? За налик? 2,550 минус 265? Все верно, да, получается. Если мы не учитываем скидку при обмене, при трейдинге. Да, да, да. Ну, то есть если просто за кэш. Да, да. Дальше. Семерочки, восьмерочки. Почем реально стоит? Вот реально за сколько можно уехать без кредитов, трейдингов и так далее? Я скажу прямо честно, можно TIGA 7 Pro Max с хорошей комплектацией стартовый актив на полном приводе купить до 400. 2,400. Если будет обмен, если будет без трейдин, получается примерно 2,600. Ну, со всеми скидками. Так 2,600, не 2,400. Да, если без трейдин. Без трейдин. А, 2,600. Если там будет 200 тысяч рублей на трейдин, то есть будет до 400 со всеми скидками с трейдин. Понятно. Ну, то есть сейчас пока... Вот очень хорошо, что вы к нам подошли. Это очень интересно. Сейчас пока, ну, так скажем, мягко активности нет в салонах. Есть вот это октябрьское какое-то чудо, да? Да, да. Вы сами понимаете, мы всегда лояльны для клиентов, какие-то скидки подбираются. Ну, не всегда мы лояльны для клиентов. Сейчас конец года приближается. Да, ну сейчас, потому что вы понимаете, что 1 октября прошло, хватать все перестали. Там уже скоро годик сменится, и 24-го года машину куда-то надо девать. Вот это восьмерка Pro Max, то есть это полный привод. Реальная цена без... А, на нее, посмотрите, маленькая прямая скидка, 120. Да. То есть реально его за 4 можно взять без... Даже меньше. Можно где-то будет 3,7-3,8 купить на лишнем со скидкой. 3,8? Либо в кредит, либо на лишнем. Ага. Понятно. Ну, спасибо вам большое. Нам просто нужно было понимать цены. Да, я не знаю, что приезжаете. Может, чай-кофе расходить. Нет, спасибо, мы помчались дальше, смотреть, за сколько можно купить что-нибудь еще, китайское или не очень. Приезжайте, хорошего дня. Спасибо большое. Всего доброго, хорошего дня. Так, ну что, погнали, садимся в мой китайский менькши и чешем дальше. В общем, классный менеджер, очень приятный, хорошая девушка, ресепшионист, все молодцы, все быстро прибежали. И вот прям хочется надеяться, что цены они рассказали правдивые, и что вы прям можете в салон в любой чере приехать и такие цены получить. Просто имейте в виду, что если вы в свой салон приезжаете где-то рядом, и вам такие цены не дают, скорее всего, вас разводят. Можно торговаться дальше и получить цены примерно такие. Вот, погнали дальше. Ну, как вы видите, сейчас в салонах, ну, просто пустота везде. Везде. Что касается цен, то утилизационный сбор действительно должен был на них повлиять. На все, кроме некоторых моделей Хавейла, ну и Автоваз УАЗ, естественно. Некоторых каких, которые в Туле собираются, потому что им государство, они по полному циклу собираются, им государство этот утилизационный практически полностью компенсирует. Но вот увидите, они тоже потянутся наверх со своими ценами со временем, увидите. Но сейчас в силу того, что вы видели вот в одном салоне пустота, в другом салоне пустота, приходите, торгуйтесь, бодайтесь, вы получите более-менее нормальную цену. Потому что, во-первых, вот в данный момент еще остались старые склады, которые завезены с утилем, там, 300 тысяч рублей, если это машины до двух литров, и 800, если это машины свыше двух. Торгуйтесь. Эти склады точно есть на данный момент. И, во-вторых, никто не будет делать никакие скидки, когда классно идет торговля. Но, вы видели, торговля классно не идет. Кстати, раз уж пишемся новости по Менькши, раз уж на нем пишемся. Теслу пока не продала, не могу, я не могу расстаться. Это как, не знаю, моя рука, моя нога. Не люблю ее, я не могу с ней расстаться. И периодически на ней еще выкатываюсь иногда. Ну, это видно в сторис моем видеограмме, капец. Ну, я не понимаю, как мне продать машину, которую я люблю. Ладно. По Менькши, значит, что изменилось? Мы добавили русский язык, то есть он теперь полностью на русском. И это вообще кайф, потому что там был такой полуанглийский, полукитайский, достаточно сложный. Русский хороший, в общем, не знаю, кто делал из ребят. Я вообще даже не участвовала в этом, просто мои парни поставили машину на русский. В общем и целом, я вам скажу, что... Да, ЧК, она же водоплавающая, да. В общем и целом, я вам скажу, что это очень приятная машина. Она такая, как ближе к ленд-крузеру, но гораздо более быстрая. Великолепный у нее радиус разворота, просто великолепный. И очень комфортная подвеска, очень качественная внутри. Ни одного вообще жучка, сверчка, в отличие от Теслы, моей любимой. Вот, короче, я довольна, я довольна. Пока мне все нравится. То, что не нравится, я вам говорила, странноватые были вещи с мультимедией, но они решились вот перепрошивкой. Сейчас я как-то гораздо более удобно с ней операционирую. Вот этот экран, на кой черт он нужен? Никогда им не пользуемся, вообще никогда. То есть, как вот я говорила, когда эти третьи экраны появились у всех китайцев, что это шняга просто китайская. Вот так я и продолжаю считать. То есть, когда у меня кто там передний... Я его мало. Да, ставь его в покое. Когда у меня там передний пассажир, вот, его выключить можно просто, и все. Будет пользоваться этим экраном, короче, какая-то чушь. В общем, не в рекламу, просто любой вопрос мне можете задать, если у вас меньши уже есть, я стараюсь с ним разбираться и делиться информацией, потому что потихоньку начинают эту машину на нашем рынке тоже раскусывать. И у меня таких еще есть две. Одна категория B, другая категория C на выбор. Кто берет из регионов, тем C больше даже нравится, на нее налог там маленький и так далее. В Москве люди больше B предпочитают, чтобы иметь возможность парковаться в центрах. Вот, все расскажу, покажу, приезжайте, задавайте вопросы. На ладу утили, по идее, вообще никак не должны были повлиять. Но, тем не менее, раз в несколько месяцев на тысяч, мне кажется, 15-30 на целый ряд своих моделей они поднимают цены. Поэтому мы как раз-таки к ним периодически ходим. Последний раз мы у них были, по-моему, весной. Вот уже глубокая осень. Очень интересно, во-первых, есть ли у них сейчас какая-то движуха, есть ли у них вообще какой-то спрос. А во-вторых, очень интересно, по какой цене сейчас реально ладу можно взять. Заезжаем мы в разные салоны, вот в самые разные вообще по Москве, в разных районах, чтобы не было такого, что мы там где-то в какие-то специальные сети ездим. Нет, ребят, вот и в большие, и в маленькие, какие угодно, стараемся салоны периодически менять. Давайте сейчас посмотрим, вот реальные цены в ладе. Это бренд Excite поставили вам в салон, да? Ну, скажите честно, кто-то покупает это? Да, конечно. То есть прям продается. Я по себе забрал вот эту машину. Это же прошлый Chirri Tiga 7 Pro, да, не Max, Pro. То есть они только моноприводные. Да, передний привод. Реально, за сколько народ может это взять? Вот без кредитов 3D, но просто. За наличные, ну, допустим, минимальную комплектацию 1 399 000, если нужно. Слушайте, это 1 400 000? Подождите. Мне прямо это, я хотела сказать, мне 2, 2, дайте 2. 2, то есть 2 400 минимальный. Это там ничего вообще не будет? То есть теплых опций не будет? Там будут все теплые опции. Будет отсутствовать 360 градусов. Обычная будет камера? Ну, обычная будет, да, по-моему? Да, обычная будет люк, зарядка беспроводная и атмосферная плацередка. Прикольно. Сейчас можно будет сравнить с ценами Chirri. Мы прям, мы сегодня и в салоне Chirri тоже. Мы прямо сейчас на экране напишем, сколько стоит Chirri Tiga 7. Но у них же следующая генерация, правильно? Иронично. А ух, они сейчас демпингуют. В салонах пустота, демпингуют. Как у вас вообще посещаемость? Ну, вот сейчас, после 1 октября, до 1 октября все хватали, несмотря на то, что это лады вообще не касалось. Был спад, конечно, резкий. Вот был спрос до 1 октября или у вас такого не было? Было. Мы очень много продали. Бешеный, да? Вот удивительно, люди все хватали, не понимая, что как раз-таки на ладу-то это не влияет, а тогда никто никакие скидки не делал, потому что... Ну и так хватали, зачем скидки делать? У вас цены же не поднялись после 1 октября? И не должны были, потому что на ладу, ребят, усилий не влиял. Но скидки убрали. А скидки убрали. А сегодня снова появились. Потому что тогда, вот это то, о чем я вам в самом начале видео говорила. Будьте разумны при своих покупках. Чего хватать лады-то перед 1 октября? На нее это не влияло вообще никак. Только скидки все убрали. То есть вы дорого брали, а сейчас можете скидку получить. И комплектация лучше пойдет. У вас есть в салоне? А, слушайте, Вест в салоне только вот там, да? Вест в базу, все забрали. Вообще ничего нет. То есть там вторая комплектация, в наличии 1 604 000. А вон, смотрю, СВ, да? Да, на вариаторе. СВ-кросс на вариаторе, на китайском. Сколько сейчас стоит? Пойдемте к ней. 1 940 000 начинается. Это самое начало за седан, который не кросс, да? Нет, это у них сам будет кросс. А седан дороже разве? Седан 1 770 000. А, ну вот, то есть седан подешевле. Это получается на аварике, но она без вот этой, без Яндекса, да? Без Яндекса, да. То есть здесь салон простой? Техно. Техно, она 2 200. 2 200. Берет кто-нибудь вот такие вот топовые? Берут, да? В том месте там скидка была до 50 до 100, и завод делал. Ого, на топы. Да, в этом месте 200. Веста 1 кг. Понятно. И без доп купить можно. Короче, реально Весту на механике за сколько сейчас можно взять? Механика начинается от 1 461 000. 1 461 000. Автомат 1 700 000. Ну да, где-то, да. Получается 1 900 000 на вариаторе у нас СВ Кросс. Да. На механике? На механике 1 461 000. 1 461 000. А универсал? Нет, универсал. Вот, я про универсал. Ну, окей. Так, и давайте буквально пару слов про гранту. Почем они сейчас? Начинаются от 699 базовой комплектации. Ну, такую же не найдешь машин. За 700 тысяч их просто нет. Да, наверное, в месяц, может, 5 штук, я вижу на складе, они вечно забронировали. А высшая комплектация, соответственно, это с электроусилителем, их много. Слушайте, знаете, что удивительно, они не подорожали, что ли? Ну да, не подорожали. Не подорожали. Потому что, помните, мы Илье, моему сотруднику, покупали гранту же мы покупали, да, меня не глючит, да, гранту. И примерно такие цены и были. То есть, сколько на них не поднимали? Полгода. Полгода не поднимали. Ну, хотя бы так. Чего не Васики-то? У меня сейчас легенда в тесте. Ох, я вчера целый день на ней ездила по Москве по пробкам на легенде. С новым двигаться? Нет, ну, не с новым. Новый я уже отдала. Ты себе рассказывала, что видели. Именно, именно. Я три дня на ней ездила. Там, знаете, самое прикольное в Ниве Спорт. Это ходовка. Мотор немножко не дает ему коробочка раскрыться. Коробка-то старая осталась. То есть, мотор не дает прям такого ахового, прям резкого впечатления. Я по городу ездила. Я только по городу. Я не езжу на бездорожье. То есть, я рассказываю про обычные условия эксплуатации. Вот, про Ниву Спорт, если не смотрели, посмотрите видос. Лада Нива Спорт. Леса рулит, наберите и попадете на это видео. Так, ну что, легенды сейчас почем реально? Миллион девятнадцать в базовой комплектации. Миллион, короче, да, в базе. А диоды добавились? Да, я знаю. Это я первая узнала об этом. Глава пресс-службы мне сказал, мы добавили диоды. Его оборжали, конечно, с тем по этому поводу. Но, слушайте, чем богаты? Короче, сейчас спрос подпросил с 1 октября. А к вам ходить, скидки требовать, да? Ну, сейчас уже можно, да. Можно скидки попросить. Понятно. Ну, спасибо. Спасибо вам большое за ваше время. Пока. Ну, милые мои, смотрите видосики. Леса рулит и слушайте меня. Ну, нафига вы Ладу-то хватали перед 1 октября? Это же Лада, Лада. Вот, ну, в общем, сейчас приходите, если нужно. И прям торгуйтесь, торгуйтесь, ждите момента, когда будет еще более сильная просадка. Она на Лады глобальной никогда не бывает, потому что, ну, что бы мы с вами ни говорили, при всей нашей, в общем, ироничному подходу к этому бренду по понятным причинам, его слабого развития за долгие десятилетия, это самая продаваемая машина в России сейчас. Поэтому берут ее всегда и брать будут, а что нам остается. И, собственно, просто нужно ловить вот эти моменты, когда есть хорошие спецухи, спецпредложения. Ну что, ребята, вы все видели. Это все было, конечно, очень интересно, потому что ни в одном салоне, включая Ладу, движухи сейчас нет, а значит, приходите и остервенело торгуйтесь. Я думаю, что вот это вот затишье, оно не будет, к сожалению, долгим. Объясню, почему. У нас есть разговоры о том, что с 1 января снова поднимается еще утилизационный сбор. Не так ахово сильно, как он поднялся сейчас, там, процентов на 70, а, в принципе, тоже поднятие, там еще, по-моему, плюс 100 или плюс 100 с чем-то тысяч к машинам до 2 литров и еще чуть-чуть больше. Что? Опять? С машинам больше 2 литров. То есть, в любом случае, снова и снова рост цен. И повторюсь, милые мои, если вы думаете, что это влияет только на параллельный импорт, я, честно, не понимаю, почему вы так думаете. Это, в первую очередь, влияет на дилерские машины, потому что у нас завод полного цикла в России, китайский, один. И это хавы, и собираются там далеко не все их модели. F7, Джулионы, что-то там еще. Но по полному циклу, по-моему, только F7 и Джулионы. На всех остальных поднятие утиля и гигей как влияет, собственно, полностью на всю сумму утиля. Поэтому сейчас, я думаю, как раз тот хороший момент, когда можно получать самые лучшие предложения. И в завершение еще хотела прокомментировать. Многие спрашивают, и также у нас люди, которые на заказ покупают, они спрашивают по поводу отмены утиля на физическое лицо. То есть, когда вы машину покупаете, год вы ее не можете продавать, а завозите вы ее под заказ исключительно на себя. Пока не отменили. Разговоры об этом идут. Отменят, не отменят. Не знают даже мантуров. Зато наши перекупы по всей стране все знают лучше всех. Я общаюсь непосредственно с Минпромторгом, с Минпромторгом. Гом. Го. Минпромторга. Вы знаете, что я в депутат шла не просто так. Я общаюсь с людьми, мне это интересно. И мне очень интересно то, что происходит сейчас на рынке. Я хочу об этом знать, хочу до вас это доносить. Так что по поводу работы под заказ мы работаем. Звоните. Будем стараться вам подбирать. Сейчас цены на заказ зависят исключительно от курса, не от утиля. Утиль пока некоммерческий для физа. Раз в год на машину остается, сохраняется. Ну и все. Целую вас, обнимаю. Пока. Будьте, пожалуйста, здоровы. Осень на нас у зима. Скоро все вокруг болеют. Целую.